Скиф-арена. Именно так назвали новый ледовый дворец в Новых Зорях. Без преувеличения уникальный объект. Возведен в рекордные сроки за 8 месяцев. Полностью на деньги частного инвестора. На строительство потрачено 400 миллионов рублей. При том, что занятия в ледовом дворце для всех детей бесплатные. Вопреки общественному мнению, что так не бывает. Сегодня, чтобы подарить ребятам, просто подарить ребятам жизнь, вот эту хоккейную. Ради этого ничего не жалко. И сегодня это свершилось. Очень много нам говорят, что мы там хотя бы по 500, по 1000 рублей брали с родителей за то, что они здесь занимаются. Мы от этой схемы уходим. Мы полностью берем все на баланс предприятия. Дворец соответствует всем современным спортивным нормам. Здесь и просторные раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, в котором есть все для оказания экстренной помощи, тренерские. Совсем скоро оборудуют и залы для разминки. На самой арене 250 мест для зрителей и качественный лед, который, кстати, будут заливать и обслуживать специально купленная ледозаливочная машина. Ее доставили из Италии. Годовой бюджет на содержание дворца – 70 миллионов рублей. И эти расходы инвестор тоже берет на себя, чтобы детям ничего не мешало исполнять свою хоккейную мечту. Мне очень понравилось. Лед удобный, не скользкий. Ну и вообще хорошая команда тренеров. В общем, отлично. У нас в России, в крае, так скажем, популярный вид спорта – хоккей. И, конечно, даже несмотря, в Барнауле у нас есть две арены, но льда катастрофически не хватает. Для ребятишек, конечно, это очень важно, чтобы все было дозировано, чтобы было все в достатке. Надеюсь, вырастим чемпионов. В это верят и родители юных хоккеистов, чьи дети уже занимаются в команде. Но стать частью скифов еще можно. Сейчас ведется набор спортсменов. Несмотря на относительную удаленность от Барнаула, желающих заниматься в Ледовом дворце, много. Конечно, привлекает то, что за лед не нужно платить, при том, что тренерский состав – один из самых лучших в городе. А значит, и результаты не за горами. Это новый такой масштабный проект, да я бы даже сказала, грандиозный, которому нет аналогов в Алтайском крае. Новые раздевалки, душевые, медицинский кабинет. Все сделано именно для детей. В планах у клуба сделать поэтапный рост юных спортсменов. От начальной стадии до юниорской и молодежной команды. А потом создадут новый профессиональный клуб Алтайского края. Ледовый дворец официально распахнет свои двери уже в эту пятницу. Инвестор надеется, что очень скоро скиф-арена станет точкой притяжения регионального, а потом и федерального хоккея. Во всяком случае, для этого есть все необходимое. А главное – желание помогать и развивать этот вид спорта. Анастасия Дороган, Дмитрий Дроздов, Александр Андропов. День с толком.